Сегодня катаемся на лыжах. Всем привет, я Анна Оськина. И сегодня покажу, как делать потрясающие миниатюрные горные лыжи для Барби. А также расскажу, где я беру полимерную глину Фима. Лыжи самый популярный ваш зимний запрос. Вы только посмотрите. Эти малютки очень идут куколки. А руки по сравнению с ними, кажется просто руками великанов. Признавайтесь, вы чувствуете, что попали в маленький волшебный мир, когда держите в руках все эти вещички для кукол. Я так точно, по-моему, уже живу в этом волшебном мире. Но ведь самое классное в том, что все это можно сделать своими руками. И я хочу рассказать вам, где же взять полимерную глину Фима, из которой я делаю практически все свои миниатюры. Это один из самых часто задаваемых вопросов. Где купить этот волшебный материал? В моих руках посылочка из интернет-магазина bestclay.ru. Это магазин от официальных представителей марки Фима, с которыми я уже сотрудничаю очень давно. И именно там, в этом магазине, огромный ассортимент полимерной глины Фима, а также других материалов для вашего творчества. Формочки, краски, маркеры, текстурные листы и многое-многое другое. Зайдите и посмотрите. Ссылка на этот магазин будет в описании под этим видео. Покупка моя прошла приятно. Сотрудники очень милые. Посылка дошла быстро. И теперь я покажу вам содержимое коробочки поподробнее. Это силиконовая масса сили. Открываю коробочку, а там инструкция и два контейнера. Белый и зеленый. Это двухкомпонентный силикон. Я покажу, как самостоятельно делать молды и использовать их в своей работе. Это очень просто. А вот эта коробочка набор полимерной глины. И это мой любимый набор, без шуток. Во-первых, там целых 24 бруска полимерной глины разных цветов. Во-вторых, в наборах покупать пластику гораздо дешевле и выгоднее. Ну а в-третьих, в этой коробке очень удобно хранить уже открытую пластику, чтобы не попадала пыль. В общем, коробка супер, целых три плюса. Также там есть стеки и резиночки для творчества, которые можно потом использовать. Много кусочков пластики вместе выглядят просто потрясающе. Вас уже вдохновили эти цвета? Тогда скорее лепить. Достаю две коробочки силиконовой массы Siri. Белая и зеленая. Она остается мягкая, пока вы их не смешаете. А смешать нужно в пропорции один к одному. То есть нужно отмерить два абсолютно одинаковых кусочка. Я это делаю шариками. То есть катаю белый шарик, зеленый и смотрю, чтобы они примерно одинаковые по размеру были. Такой способ я считаю очень удобным и всегда им пользуюсь. Но в инструкции написано, что отмерять можно при помощи электронных весов. Смешиваю два этих кусочка и запомните, после этого работать нужно довольно таки быстро. Потому что буквально за 10 минут эта масса станет твердой. Но не бойтесь, вам хватит этого времени. И я хочу сделать слепок с ноги моей куклы. Беру куклу и леплю на ноге сапожок с толщиной стенки примерно 2 миллиметра. 2-3 как получится. Старайтесь, чтобы сапожок получился ровным. Потому что он станет молдом для моих будущих изделий для кукол. Я одела две ножки куклы вот в такие сапожки-носочки зеленого цвета из силикона. И оставляю застывать примерно на 2 часа. Через 2 часа я снимаю уже твердые носочки. На ощупь они похожи на резину. Это и есть молды, которые к тому же можно запекать с пластикой. Переходим к пластике. Я выбрала вот такие 4 цвета полимерной глины FIMO. Кстати из того наборчика. Первым делом я буду лепить горнолыжные ботинки. Они такие большие, детализированные. И очень хочется их сделать самыми первыми. Для этого я как раз таки и буду использовать эту силиконовую ногу. И лепить я буду прямо на ней. И прямо на ней же запеку. Я расплющила две капельки, которые размещаю спереди и сзади этого сапожка. Раскатываю пласт голубого цвета, толщиной примерно 1 миллиметр. Отрезаю от него длинную прямоугольную полосочку. И оборачиваю этой полосочкой голенище сапога. Это будет верхняя часть горнолыжного ботинка. Лишнюю пластику сзади отрезаю, чтобы полоска сошлась стык в стык. Теперь беру кусочек пластики побольше, тоже толщиной 1 миллиметр. И оборачиваю нижнюю часть ботинка. Здесь уже нужно все лишнее обрезать. Немножечко прищупать снизу, сверху лишнее тоже обрезаю. Замазываю пальцами и моделирующим инструментом. И получается вот такой вот голубой валенок. Открываю желтую пластику. Раскатываю пласт толщиной примерно 1 миллиметр. Отрезаю полосочку. И от этой полосочкой круглой формой вырезаю небольшой полукруг. Эту полоску нужно разместить так, чтобы полукруг был ровно по центру спереди. Чтобы ботинки хорошо снимались и одевались на ноги куклы, я делаю отверстие сзади. То есть прорезаю вот такую вот полоску примерно до уровня пятки куклы. Не до низа, до пяточки. Делаю второй такой же и отправляю запекаться. Запекаю 30 минут при температуре 110 градусов. Ну а после запекания нужно достать эти силиконовые молды. Они нам еще пригодятся в будущем. Можно сделать сапожки. Силикон к пластике. Не прилипает в этом и его плюс. Также можно запекать прямо на этой форме. Но он скользкий пальцами не подцепить, поэтому я подцепляю плоскогубцами. Ну и все, основная форма готова. Теперь осталось только украсить ее разными деталюшками. Которые характерны для горнолыжных ботинок. Размещаю желтый прямоугольничек и делаю на нем полосочки. Пусть это будет защелка. Катаю маленькие голубые шарики и приплющиваю их по бокам ботинок. Спереди приклеиваю голубую полосочку. Кстати, обратите внимание, что на запеченную пластику я все приклеиваю на гель. Над голубой полоской по желтому контуру я закрепляю голубую нить колбаску. Я отрезала белые тонкие полоски толщиной примерно 1 мм. И размещаю их над желтым цветом. Голубой сверху чуть-чуть выглядывает. Также я отрезала белые тонкие полоски толщиной 1 мм. И срезала им уголочек с одной стороны. Это будут застежки. Размещаю сначала две застежки сверху. После этого еще раз запекаю ботиночки. И делаю нижнюю часть. Беру пластику толщиной примерно 2 мм. Срезаю кусочек под углом и накладываю на этот же пласт. Это каблук ботинка. Смазываю ботинок снизу гелем жидкой пластикой. И ставлю на эту основу. Аккуратно по контуру вырезаю подошву. Должно получиться вот так. Две такие подошвы. Снизу я продавила, чтобы получилось немножечко разделение на каблук и переднюю часть. И теперь можно сделать застежки-заклепки на нижней части ботинка. Вот такие ботиночки получаются. Снизу по контуру над подошвой украшаю желтой полосочкой. И также эта полоска уберет некрасивую дыру между ботинком и подошвой. И на застежках размещаю голубые точечки-заклепочки. На черной пластике обратной стороной ножа я продавила много полосок. Получилась такая рифленая поверхность. От нее отрезаю несколько полосочек. И размещаю эти полоски на белые полоски застежки. Сверху закрепляю вот такую вот черную ленточку. И ботиночки готовы, можно их окончательно запечь. Для лыж я подготовила вот такие вот распечатки лыжни. Распечатки вы сможете скачать в моей группе вконтакте. Ссылку я оставлю в описании. Отрезаю одну лыжу и заклеиваю ее скотчем. А после этого аккуратненько вырезаю по контуру. Получается красивая глянцевая поверхность. Эту поверхность я накладываю на черный пласт толщиной примерно 2 миллиметра. И вырезаю по контуру. Загибаю края, чтобы передняя часть лыж получилась округлая. Смотрящая вверх. И отправляю запекаться. А после запекания приклеиваю полосочку. Вот такие две лыжи у меня получились. Делаю лыжное крепление. Измеряю по ботиночку и отрезаю полоску. Сверху ставлю полосочку толщиной 3 миллиметра. Отрезанную вот таким уголком. И по этому уголку я подравниваю нижнюю полоску на которой стоит ботинок. Нужно сделать таким образом, чтобы эти уголки как будто бы зажимали ботинок с двух сторон. Делаю вторую такую же и запекаю. После их нужно будет приклеить на лыжи. Беру деревянную шпажку и отрезаю нужной высоты. Обратной стороной ножа продавливаю полосочки на поверхности полимерной глины. Смазываю шпажку с обратной стороны гелем жидкой пластикой. Сначала прилепливаю шарик и расплющиваю прямо на рабочей поверхности, чтобы он прилип к шпажке. И затем оборачиваю вот этой вот рифленой полосочкой. Должно получиться вот так. Расплющиваю шарик черного цвета на рабочей поверхности. И делаю в нем отверстие шпажкой. И насаживаю этот расплющенный блинчик на шпажку на расстоянии где-то сантиметр-полтора от низа. От острого края. И запекаю. После запекания я вижу, что получились вполне такие прикольные горнолыжные палки. Но нужно сделать их красивыми одного цвета. Поэтому я окрашиваю их черной акриловой краской. И можно отправлять Барби на горнолыжные склоны. Она потрясающе смотрится в этом костюмчике. Обратите внимание, я еще шила для нее теплые носочки, чтобы не было голых ног ни в коем случае. Ведь она замерзнет. Теперь она у нас в прекрасном темном свитере, в штанишках, в носочках, на горных лыжах. И готова, готова уже. Спускаться с горнолыжного склона. Все это выглядит невероятно. Все это выглядит невероятно мило. Все это выглядит невероятно мило. Особенно мне нравятся эти маленькие ботиночки. Они такие детализированные получились. И идут моей куколки. Сделаны точно по ее ножке, благодаря молду. Еще раз хочу напомнить вам про интернет-магазин bestclay.ru. Где можно приобрести полимерную глину. И все для нее, все для вашего творчества. Материалы, которые я использовала в этом мастер-классе, как раз из этого магазина. Ссылку на него я оставила в описании под этим видео. Я очень надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился. Оказался интересным и полезным. Вы взяли на вооружение какие-то новые техники и новые моменты в лепке. Возможно кто-то из вас не знал о существовании силиконовой массы. И что так просто можно сделать вот такие вот формы. Ведь отпечатать в этой массе можно абсолютно все, что угодно. Все, что вы хотите. Можно слепить один раз какое-то изделие, отпечатать молдом. А потом наштамповать таких изделий еще очень и очень много. В общем пользуйтесь этой идеей. А я желаю вам всем творческих успехов, вдохновения. Неизменно самого классного настроения и активного зимнего отдыха. До новой встречи уже совсем скоро в моих новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok